Салам алейкум, Дустар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чегири Аута, это реакция на сериал Саке, второй сезон, восьмая серия. Очень интересно закончилось прошлое, как будет действовать Азамат, не знаю, ну я пока не знаю, вы может уже кто-то посмотрели, девятую, восьмую, вот, давайте заценим. И поболтаем в конце, как всегда. Возможно, реакция будет со склейками, я до сих пор не подключил еще, то есть у меня кончилась подписка на YouTube Premium, поэтому реакция, скорее всего, будет со склейками, вот. В скором времени все изменится, надеюсь, подключу. Это, конечно же, Екавастуз. Даем угля. Казах позволь. Баджус должен. Где логика? Ведь в него нужно дуть. Я не согласна. Все верно. Супергерои. Это Роба-мыш. Лайф-бенд в дровах. Ого. Шоу какое-то. Окей, окей. Что там с Тимуром? Вором мы должны найти его. Пауэрлармю, сфор спасайся. Нам надо будет настроить и на обед заехать. Бля. Как дела там, пацаны? Что использую? В чем-то Арман прав. М-да. Саиас Аматович, это вам. О, ничего себе. Что это такое? Ну, небольшой арахметик вам. Мне просто подарили. Я-то спиртное не пью, сладкое не ем. Угу, угу. Шампанское, блин, тысячи тенге. Торт, две тысячи тенге. Зато от души. Ну, да. Слушай, сегодня у нас разговор как-то не получился. Отреши, Чандрик. Видишь? Увезем из родной музой. Ну, я тоже все понимаю. Мы с тобой на нервах, напряжение, новый район, ответственности, килограмм. Ну, надо аккуратней быть. Ты, наверное, понял? Надо быть аккуратней. Нельзя сразу давить, душить людей, понимаешь? И нельзя так делать. Есть же, которые реально здесь работают. Есть, конечно, здесь, которые на откате сидят. Вот всех на откате надо убрать. Некоторых людей же надо оставить. Не все же такие. Хорошо. Все хорошо. Ну, в смысле, я согласен с вами? Подожди, я что-то так быстро согласился. Я же думал, сейчас будем спорить. Я целый доклад готовил, как перед Акимом. Ну, раз вы сказали, пусть будет так. Вы же Аким район, а не я. Правильно? Правильно. Вот за это я тебя люблю. Знаешь, вот ты общий язык с любым человеком можешь быть. Вот молодец, Азики. Классно. Может, давай чаю попьем, душевно поговорим? Нет, Савицем отвечу. Я, наверное, пойду. Просто жена дома. Семья – это главное. Давай жене торт. Ну, я своим тоже запрещаю сладкое есть. Слушай, тут запрещаешь, там запрещаешь. Как ты живешь вообще? Ладно. Спасибо. До свидания. До свидания. Саня, я там отвечу. К вам этот Мирасик пришел. Мирасик? Угу. Тебе-то отчество забыл? Мирас Канаторич. Поняла? Угу. Нельзя так говорить в Акимате, хорошо? Спасибо. Давай этот, вот торт и шампанское заберите. Это в честь чего? Ну, не знаю. Просто просто шампанское. Тысяча тенге стоит. Торт две тысячи тенге стоит. Дешевое. Ну, кому? Извините тебе, правильно? Шучу, шучу. Я же люблю тебя, ты же знаешь. Просто мне сладкого нельзя. Угу. За фигурой же слежу. А тебе-то все уже ничего не поможет. Спасибо. Урод. Спасибо. Мирас скажи, пусть зайдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так нравился мне дуэт. Савец Аматыч, в общем, я съездил на улицу Касантаева, там, где сейчас асфальт кладут, съездил, посмотрел, проверил. Вы знаете, у них там довольно-таки косяков хватает. Я им не стал акты подписывать. Вы знаете, это еще такая маленькая проблема, а там вот ЖК, вот новая ЖК на вот третьем микрорайоне, помню, да? Как раз-таки вот там вот проблема. А в свое время Старый Аким выдал согласованно вместе с городом разрешение на постройку. Ужасно. Вот. И теперь-таки проблема-то возникла. Они-то сейчас на красной зоне стоят. Ну, они пытались со мной договориться, но я им сразу сказал, что все будем делать в письменной форме закона. Вот. Ну, соответственно, вы же понимаете, я как-то не стал так сразу с ними. Правильно, че? Красавчик че? Молодец. Ну, еще какие-нибудь нарушения есть? Ну, и хватает, да, косяков хватает. Ну, я так думаю, я на своем уровне попытаюсь это решить. Если у меня вдруг какие-то вопросы возникнут серьезные, я к вам обращусь, можно? Конечно, конечно, обращаюсь. Ну, этот, как бы, мы всех коррупционеров на ноги, раком поставим, ты не переживай. Давай, работай, работай, молодец. Все, понял, спасибо. Я могу идти? Конечно. Шеф, разжечь. Беги, шмидай. А. Слушай, так не пойдет, у нас проблемы. Не, вот. Нам, короче, нужен зам, который, ах, шанс, шаг, субритный зам, берег, да? А, толк будем. Скоро встретимся. Серьезно, что ли? Да. Э, молодец. А ты, бэр, правильный букеткин, вот? Да, но мы же не и такие, шеф, да? Слушай, все, кутки вернемся в улице, ты сейчас кутки криватханчет, все, не кутки нашваться. Все, давай, иди, отдохнуть надо. Все, шеф, мне кажется, вам надо отдохнуть. Паш, бля. Пойдем ко мне. Все, ну, все, ну, все. Комар, идем кушать. Амиры, иди руки мои кушать. Пить. Кушать готово. Вы пока кушайте, а потом поем. Кстати, что я приготовила? Мясо кенгуру. С морепродуктами. И черная икра. Неплохо. Вот что ты начинаешь? Я не начинаю. Я продолжаю. Вот ты мне на этот вопрос ответь. Вдруг с нами что-то случится? Или кто-то заболеет, не дай бог. Что тогда? У нас ведь даже денег нет. Я тебе умоляю. Кара спонжа у турмаш. И так на нервах. На нервах полосан где мало? Где мало. А, кстати, когда у тебя отпуск? Хотя какая разница. На твои деньги максимум можем в какую-нибудь деревню съездить. А ведь твои коллеги в Турцию, в Дубае два-три раза в год ездят. А их жены дорогих вещах ходят. А ведь я тоже хочу в таких дорогих вещах ходить. На разворованные? На разворованные деньги хочешь жить? Ты знаешь, что всех сажают? Поголовно. Какая разница? Вон тебя тоже сегодня чуть не посадили. И что с этого? Ахуерить пишешь, а? Ниги, ведь я же твоя жена. Я имею полное право вмешиваться в твою жизнь. А? В нашу жизнь. Или ты только этого Саята слушаешь? Ты как со мной разговариваешь, а? И запомни, я никого не слушаю. Я живу и работаю, как я хочу. Как я считаю нужным. Тебе не надоело, а? До каких пор ты будешь таким правильным, честным и просто помощником? Слушай, да ты же, ты же в сто раз умнее, чем этот Саят. Почему бы тебе не стать Акимом? Ну, стал я Акимом. Чего изменится? Изменится? Нормально начнем жить. Ты все сказала? Да. Тогда иди накорми детей. Ты опять убегаешь от проблем. Не убегаю я от проблем. Я просто устал от твоего нытья, ты понимаешь? Тут ты и ноешь. Там Саят ноет. Там и народ недовольный ноет. Одни нытики. Азамат. Азамат. Чего? Знаешь, я бы не начинала этот разговор. Просто я вот не могу понять. А ты такой правильный, честный, работаешь во благо народа. А ведь тебя сегодня чуть не посадили. Ты мне теперь ответь. В чем смысл? В чем смысл быть таким правильным, если тебя все равно сажаю? Есть смысл, Айслу. Есть смысл. Какой смысл? Смысл понятен? Да, да, да. Доверять им можно? Конечно. Все, тогда слушайте внимательно меня. Ангмей Блай. Подожди, еще кого-то ждем? А, кстати, про Амгелию Грекасу. А, вот он, Миран. Приветствую. Ах ты сука лицемер, садись. Да только что в кабинете сидел у меня, понты колотил. Шеф, самое главное, все должно быть по закону. Ну, садится, Матыш, вы же, шеф же мой, я так сразу как-то не могу. Енда, аросла технично, не ажбергенго, енда? Пережбергенго? Нет, смотри, мне и на пержерме, понял? Нет, нет, шеф, вы же. Ему доверять можно? Да. Шеф, ну, лично мне вы можете полностью доверить. Ладно, все. Короче, смотрите, джигатыр. Вы же все поняли, для чего мы здесь всех пособрали, да? Да. Все же хотите хату нормальную, машину. Да. Никто же не хочет на метро ездить, на троллейбусе. Да. Короче, Ангмё Блай. Ребят, район новый, улутауский. Он не бедный район. Тендера, движения, очень много здесь. Надо всех подрядчиков, неподрядчиков, всех под себя взять. Пока возможность есть, шаса, шаса уберет. Понимаете меня? Да. А с антикором как? За это ты не переживай. Антикор, силовые структуры. Со всеми уже проговорил. Я как вот эта, сука, лицемером был, вроде в доверие вошел. Молодец, красавчик, да? Слышишь, красавчик, слушай меня внимательно, делаем так. Какого часа вы должны были сдать объект? Десятого. А сегодня какое число? Сегодня 23-е. Короче, никакие тендера ты больше от меня не получишь. И никакие акты я тебе нахрен не подпишу. Понятно? Макея, подождите, зачем так сразу? Может, как-нибудь по-другому договоримся? А как ты хочешь со мной договориться? Ну, Макея, мы же с вами как-то раньше договаривались. Ну, для того, чтобы со мной договориться, мне нужно подумать. Ведь так? Так. Пусть помогают нам думать. А, отлично, Францович. Потом, слушай, по поводу бюджета. Например, выделили там 300 миллионов для благоустройства. Просто берем, вытягиваем наших подрядчиков. Что было бы наши подрядчики делать? Вот и все. Как? Это же госзакуп. Там на один район всего 100 миллионов выделяют. Слушай меня. Первый раз, что ли, работаешь? Например, они какую-нибудь улицу делают. Эту улицу на три подрядчика делишь, и все, и по 100 миллионов уходит. Ясно? Понял? Слушайте, еще надо большой упор делать на землю. У нас на районе дофига земли. Сякея, там два гектара земли хотел забрать. Что скажешь? Там же, по сути, пустырь. Ну, сейчас это пустырь. Потом геймплан может, там город будет, там где халават. Надо ПДП менять, целевку менять. Тем более, это горный массив. Это все нелегко решается. И вот эти мелкие бизнесмены тоже с ними отработаны. Понятно? Надо под себя их взять. Мелкий-мелкий дит, а так у них акшал дофига. Ясно? В общем, маке, у меня такая ситуация. Вот там, на первом этаже квартиры, там давно никто не живет. Я хотел магазин открыть. Все равно пустует. Но единственное, там надо целевое назначение поменять. Я вот практически уверен, для вас это вообще не проблема. Единственное, что нам надо с вами просто как-то договориться. Нет, тут нужно подумать. Ну, ты просто так не стой. Помогай мне думать. Помогай. Вот планируем немного расшириться. Вот, ледники поставить. Как говорится, условия для народа создать. О, правильно. Единственное, мы чуть-чуть выходим за красную линию. Ага. Так что, помогай мне думать. Помогай. В общем, маке, скоро здесь будет сауна. Ага. Мы настройку, разрешение, все взяли. Только есть один нюанс. Оказывается, под автоматацией здесь должен был быть детский центр. И я вот здесь подумал. Мы с вами, Энда, Хан, Сан, Мажил вместе дружим. С вашей помощью мы же можем, да, узаконить это под сауну? Нет, ну, все возможно. Вот это. Помогай мне думать. Помогай? В общем, помогайте им. По сути, мы же народу помогаем, правильно? Средний, малый бизнес. Завтра кто-то спросит, скажем, а что? Мы им помогаем, и все. Отмазка работает. Слушай, шеф, у меня вопрос такой. А вот с этими как быть, ну, это, ну, управление городское? За них не переживай. Я с ними грамотно решу. Сегодня же день рождения. А, да, кстати, я бы... Камбула, то есть? А все вот эти, акиматовские, верхушка, о, мандандыр. Вот, барамызда грамотно, узмак, боди массажа саперем. Котке груден кусет берем, мастер-класс. Ювелирная работа, ой. Все, давайте. Бәр, жақсы болсын, тендер-көп болсын, аман болай. О, мастер-көп болсын, аман болсын. о, мастер-көп болсын, аман болсын, аман болсын. Шеф, банонтар... Сәркеді бөр. Азәркөп болсан. Азэке, хабґай. Я же вижу, ты прям раб-рабной сундуй. Ё-моё, давай общаться с семьей. И Кирик полша семью заведу. И семь братану, варго, значит, мой братан. Ты его братишка, значит, ты мой братишка. Давай, братан, общаться. Рахмят, взаимно. Шеф я пробил. Она саржаштайль, варго, поможется. Как мужик там поможется, который отвечает за расслабление. Бюджет. Очень бюджет, бюджет, андемо. Кохар забитов на заводчик. Кохар, вы такая красивая, такая обаятельная. Да, следите за нашим бюджетом. Эти воры на вас каждый день смотрят. Тьфу-тьфу, кутай сахтасну кусти. Стоян, перестаньте, а то засмущали. Кохар, парда, пардигарь. Шеф, она черная вот, варна, которая мерзкая. Слод депутат Маслехата только что узнал. Эльвизна тоже не озаралась. Сам что, не мерзкий, что ли? Депутатом можно быть мерзким, он же депутат. Такие. Брд просьба, да? Брд просьба. Санька, только познакомились. А ты уже с просьбой, что ли? Такие, у меня же другая просьба. Я понимаю, там люди просят деньги, еще что-то. Нет. У меня просто... Я не знаю, что ли? Я не знаю, что ли? Я не знаю, что ли? Мне надо найти ребенка отцелкать выше. Какое это надо кышать? Он завтра забыл, видишь, в малском состоянии. Может, сегодня он кисли, да? Мик, кисли, ну, шеф. Давай, два, шестер. Все. Отдыши, шеф. Шеф, он тот отвечает за себя водителя Акима. Нахрена меня водителя Акима. Как нахрена? Если вы с ним подружитесь, будете знать маршрута Акима, замок кема. Внезапно проверка выводится. Слушаю. А ты не такой уж тупой, как мне кажется, да? А ты шеф. Молодец, поэтому эти часы возьми, завтра мне их отдашь, понял? Зачем это? Слушай, я так уж тупой. Просто возьми и все. И че, и че? Эй, братан, мне надо сахар бреди. Короче, бреди хелевый. Братан, тахта, тахта, тахта. Сини, че сахар бреди, братан. Эй, жук мое сахар. Братан, родной, эй. Зачем, братан? Я вижу, кайки с ним, брат. Тахта, тахта. Тахта, 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 тахта. Тахта, братан. Тахта, братан. Давай, от души, брат. Че, ё-моё? Давай, братан. Чтоб ты давай приезжал, когда я буду тусоваться? Неопатно. Тахта, братан. Тахта, братан. Кто у нас еще остался? Последний. Екатом Галдышев. Эспеканом руководителем земельной комедии. Эспекан? Таным зовут? А земельного как зовут? Уважаемые дамы и господа, прошу минуточку вашего понимания. Следующая музыкальная композиция прозвучит специально для Еркана Хайратовича и Азата Жандосовича. От души от нашего Саке аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отнюха грозная была, родной. Я... Кайф. Рахмет, братан. Кайф, братан. Да я счет забыл оплатить. Эй, я... Брат, родной. Похуй, счет, лед, акшен, да. Возьми, пыли, возьми. Возьми, пыли, возьми. Поль Шаке, это же моя отнюха. Эй, моя отнюха твоя отнюха. Эй, моя отнюха твоя отнюха. Эй, император, эй. Эй, ё-моё. Эй, Рахмет, братан. Эй, да, рахмет, братан. Эй, уй, нести, дай, рахмет... Что там? План, ханде, план. Блэ, братан, меня машина ждет. Эй... Эй, ля... Наумна? Ё-о-о. Все, все. Рахмет. Давай, очкарик. Давай, очкарик. Давай, очкарик. Давай, очкарик. Рахмет, братан, давай. Гарри Поттер, давай. Че, китпа дальше, больше. Жжок мне гибалок. Нет? Как бы, это было. Что, каблук что ли? Конечно. Золотой каблук, братан. Все, брат, на связи, мы родные. Бля, давай. Давай. Все, родные, бля. Давай. Ах, шаг нормальный? Ах! Давай, еще. Давай. Беги? Най шаг. Что там? Каманул заебал на хуй бля? Каманул заебал? Не знаю, я понимаю. А кемотность не моя главная. Слой сырынга? Я акимат-то простой ложок. Общение игроков. Любой ангелеме. Друзья? Да-да-да. Счет. Просто счет. Дохни на там, знаете. Эй, она, не рассказывай. Там что-то кафе летний построил. Что-то грузин у меня. А ты его грузин. Все? Понял? Все, понял, что? Красавчик сказал. Да? Ну, все еще? Лен. Пойдем. Эй, ты еще. А ну, пресс. Лук, лук, лук. О, бляд, давай. Все, вы что? Все. Все. Давай. Эй! Давай, ладно, ладно. Все. Как же, понимаете? Блин. Что-то не зашла особо серия эта. Особо такого ничего прям интересного, суперкрутового и неожиданного поворота не было. Это уже восьмая серия. Сколько их там будет? Просто я к чему, ну, канатага у нас есть еще, есть у нас арманчик, есть антикоры, но их тут вообще никого не было. у Wikipro. Ну, и, однако, ну, хотелось короче вот какой-то динамики, чтобы все прям ту-ту-ту-ту-тул, быстро происходило. И, че мы имеем в итогемент? так называемой дружбе Азамат и Саке Саэт Саматовича. Походу придет конец, что очень печально. Азамат все-таки решил играть в свою игру. Уже было понятно по диалогу. Пока непонятно только, что он запланировал, что будет делать. Новый у нас жопа Лис, оказывается, есть. Этот Мирас. Забавная сцена была, где жук сидел с Сакеей. Как раз на заднем плане видео с лисой было. А лисы, как мы знаем, хитрые животные. Вот. И, собственно, тут в основном в серии была подобная тема. Так, ну, по поводу этих схем и так далее. Разговор жены с Азаматом, ну, это вообще жесть как-то. Ну, неприятно, прям не хотелось все это видеть вообще. Мне было как-то некомфортно, неудобно, понимаете? Когда перед вами два человека ссорятся, и ты думаешь, эээ, факт, что я здесь делаю? Вот. И здесь я тоже самое ощущал. Все очень реально. Я к тому. Очень круто отыгрывают. Но, блин, жена, я вообще, короче, недоволен как-то ей. Ты же знала, за кого ты выходила. Ну, или она думала то, что он будет бабки мучить, или что. Я не знаю. Но, как по мне, она не должна... Она вообще никому ничего не должна. Было бы круто, если бы она не пилила ему мозги, а как-то поддерживала, и с пониманием относилась. То, что он, ну, вот он такой человек. Вы же уже несколько лет живете вместе. Почему ты до сих пор не поняла этого? Я хочу на ворованные деньги жить, и так далее. Да кому? Как они вообще сошлись? И почему они до сих пор не развелись? Типа из-за ребенка? Ну, это тоже неправильно. Вот. И еще, что я заметил. В основном, в этой серии преобладают прямо желтые цвета. Везде просто. И в кабинете у Азамата, и в доме у Азамата. Короче, везде желтые лица. Что-то мне все это меньше-меньше начинает нравиться. Вот. Но в темном помещении, как раз когда свечание было, лица нормально подсвечены. Не желтые. Все по кайфу. Так. Замут. Сайт Саматовича по поводу своих помощников. Не сам он делает через помощников. Все, как бы, как его, по-моему, учил Ильяс или нет. Короче, подкинул им тоже идею, как, чего поступать с этими подрядчиками и так далее. Помогайте думать. Прикольно, прикольно. Вообще неожиданно и довольно-таки не то, что креативно. Забыл я слово. Ладно, фиг с ним. В пару местах, конечно, мне не нравилось. Ну, может, так и было задумано, что вот чувак, который там по поводу земли, он так мялся, короче, как-то неуверенно себя чувствовал. Тоже же они уже давно в этом деле, наверное. Может, хотя просто не пробовали так выпрашивать деньги. Но, не знаю, как-то поможет это Саяту уберечь себя. Ну, как-то да поможет, наверное. Не его же поймают. Но, да камон, там всех можно провисать. И, блин, долгое знакомство со всеми какими-то важными людьми на дни рождения. С каждым показали, что, кого, как. Блин, так все это долго шло. Я даже как-то немного подустал. Это вот тот, это этот. Со всеми надо поболтать. Но, вот знаете, что интересно? Вот этот очкарик Гарри Поттер. В конце мне стало интересно, на самом деле, а кто он в Акимате? И я думаю, мы это узнаем. Может, в следующей серии, может, нет. Не знаю. Уже хочется посмотреть. Как вам? Что думаете? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Пишите лайк. Пишите лайк.